Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Узнаем в суде Истец, представитель органов опеки и попечительства Подает иск об ограничении в родительских правах Ответчик Андрей Федоров против иска возражает Заявляет, что причин забирать у него ребенка нет Так, пожалуйста, органы опеки, вашу доверенность через судебного пристава передайте, пожалуйста Так, я вас слушаю Ваша честь, по данному делу органы опеки обращаются в суд с требованием ограничить ответчика в родительских правах И изъять у него несовершеннолетнего ребенка с целью поместить его в соответствующее социальное учреждение Сразу хочу заявить, что мера это вынужденная И органы опеки, к сожалению, в данном деле не видят другого выхода Претензий к ответчику в плане воспитания ребенка в материальном плане, да, или каких-то жилищных условий у нас нет Но у ответчика в семье сложилась очень тяжелая психоэмоциональная атмосфера Пятилетний ребенок Три месяца назад у мальчика умерла мама Она трагически погибла Свидетельство о смерти у нас также имеется Так как женщина проживала одна, в браке она не состояла И родственников у нее ни ближних, ни дальних не было Ребенок был помещен в детский дом Но прожил там недолго Потому что появился ответчик, он же отец Предоставил нам решение об установлении отцовства И, естественно, органы опеки начали рассматривать этот вопрос Мы пообщались с мальчиком Действительно выяснилось, что мальчик знает отца Он с ним неоднократно общался И более того, прекрасные взаимоотношения Уважаемый, ну разрешите мне сказать Прекрасные взаимоотношения Естественно, мы как органы опеки, рассмотрев все нюансы данного дела Решили, что ребенка необходимо передать отцу на воспитание И, в общем-то, все были счастливы и довольны Но возникла одна проблема И проблема очень серьезная, на наш взгляд Выяснилось, что наш ответчик женат И его жена категорически не приняла ребенка в свою семью Она это мотивирует тем, что ребенка от любовницы своего мужа Ваша честь, я возражаю Простите, пожалуйста, ответь, ответчик И закончилось это просто вопиющем, на мой взгляд, и на мнение органов опеки случая Потому что она просто в один прекрасный день мальчика выставила за дверь на улицу Его подобрали случайные люди Привели в отделение полиции Ваша честь, опять я возражаю Все было совсем по-другому Естественно, что полиция уведомила нас Органы опеки незамедлительно Изъяли ребенка из семьи О чем составлен акт И ребенок опять попал в детский дом Какая для него эта травма И так у ребенка нет матери Детдом, отец, детдом Мы неоднократно общались с ответчиком на эту тему И рекомендовали ему вначале урегулировать все свои отношения с женой И только после этого принять ребенка в семью Но он категорически отказывается И в данной ситуации у нас не осталось никакого другого способа повлиять на ответчика Как обратиться в суд Мы сами решим свои проблемы Скажите, пожалуйста, а ваш специалист, психолог, вообще опрашивал ребенка? Ну, естественно, мы общались с ним Мальчик очень хочет проживать с папой Но настолько негативно отзывается, так скажем, о приемной маме И он фактически ее боится Он боится туда возвращаться Именно поэтому мы решили обратить... Он приемную маму видел очень короткий промежуток времени Ей, а сколько детей? Еще есть девочка Это девочка дочь жены ответчика От первого брака, да? От первого брака, да То есть нашему ответчику это не родная дочка Я принял ее как родную Ну, мы с этим не спорим Мы одобряем ваш поступок Но сейчас речь идет о вашем родном сыне, правда? Это наше... И то, что вашему ребенку сейчас в семье плохо... Я не понимаю, почему здесь органы опеки вмешиваются Потому что это наши личные вопросы Которые мы лишим в самое ближайшее время Пожалуйста, ответчик Я даю вам слово Я возражаю против того, что у меня отняли ребенка Мы разберемся с моей женой Я не понимаю, почему посторонние люди вмешиваются в мои семейные дела Они для этого поставлены государством Они посторонние люди Ответчик, а когда вы собираетесь улаживать ваше взаимоотношение с женой? Вы знаете, я совершил ошибку в том, что не предупредил свою жену То есть я забрал ребенка и привез... Поставил ее перед фактом Это большая моя ошибка Я не ожидал от нее такой реакции Я считаю, что моя жена изменит свое мнение в самое ближайшее время Насколько я понимаю, все это время мой ребенок будет в детдоме Я сам детдомовский, я знаю, что это такое, понимаете? Я не хочу, чтобы он там ни секунды оставался Мы пригласили же вашу жену А если сейчас выйдет свидетель и скажет Я не хочу, чтобы этот ребенок жил со мной Ну вы сделаете такое допущение Она же не с вашей стороны пришла Она не пришла подтвердить ваши слова Давайте мы спросим у нее Ну хорошо, пригласите, пожалуйста, в зал свидетелица Свидетелица, войдите Здравствуйте Ваша честь, я хочу... Представьтесь, пожалуйста Федорова Галина Александровна Я хочу сразу заявить о том, что я не собираюсь принимать никакого ребенка У меня есть ребенок И когда мне приводят совершенно чужого ребенка И говорят о том, что я должна понять что-то, простить кого-то Нет, нет и еще раз нет Ваша честь, она эмоциональный человек Все ее претензии, они направлены ко мне, а не к ребенку Подожди, пожалуйста Причем тут ребенок? Почему я должна была? Меня никто не пожалел Я виноват, я виноват, да Я ночами не спала, я переживала Ты пойми ситуацию У меня есть дочь, я готова жить ради нее и для нее Я тоже живу ради тебя и ради нашей дочери Прекрасно, тогда почему ты поступил так? Я считаю ее своей Я виноват, это вопрос наш с тобой Причем здесь ребенок? Причем здесь мой ребенок? У него нет больше родных, кроме меня Вот и пусть находится там, где положено Мы с тобой сейчас все эти эмоции сойдут Все порешаем, ребенок будет жить с нами Если тебе сойдут эмоции, если тебе что-то не нравится Ты можешь собирать вещи и ходить вместе со своим ребенком Давай не будем в крайности впадать Ты знаешь прекрасно, что есть куда уйти Но я хочу жить с тобой, с нашей дочерью и с нашим ребенком Какие вопросы могут быть? Прекрасно Сейчас речь идет о том, что пятилетний мальчик пойдет в детдом Понимаешь? Мы с тобой не раз уже говорили на эту тему Я тоже детдомовский, я знаю, что это такое Я не запрещаю тебе с ним видеться, пожалуйста Я уже дала на это добро Что значит видеться? У него кроме меня нет никого Пожалуйста, ты можешь с ним встречаться Но вне моего дома все У него кроме меня никого нет Я единственный человек, с кем он может вообще Ответчик, ответчик, ответчик Но вы не можете заставить вашу жену любить вашего ребенка Понимаете? Но не можете Ну вот смотрите, ваша честь Но нет такой силы, которая бы заставила это сделать Но такие жизненные обстоятельства Ты меня принял с ребенком У моего ребенка сейчас Я тебя приняла без ребенка Все, на этом точка Я не готова воспитывать чужого ребенка Я не хочу и не буду этого делать Галя, ты понимаешь, что сейчас вот ты меня ставишь в такую ситуацию Либо я с ребенком Либо наши с тобой взаимоотношения Ты понимаешь, в чем вообще смысл? Речь идет о разводе, скажи мне Развод или ребенок, да? Вот так вот стоит вопрос Ты что, судья? Ты сейчас понимаешь вот своей позиции, что ты делаешь? Не надо кричать Я однозначно этого ребенка, своего сына, возьму к себе При любых обстоятельствах, понимаешь? Без меня Знаете, у меня к вам такой вопрос Если бы так жизнь поменялась, вот что Пришлось бы, например, вашу дочь Привести к другой маме И та другая женщина заняла бы вашу позицию Ну что, значит, такая жизнь Такая жизнь Значит, такая судьба у человека Так, суд удаляется для принятия решения Прошу всех встать Далее в программе Он сейчас в больнице Дарила она его Нет Я довела А кто я? Не кричите Не кричите Мужчина после развода сделал жене сюрприз Подарил свою долю в квартире Матери-одиночки с семью детьми Как жить с малолетними наглецами Целыми днями орущими И портящими все вокруг Месть удалась Какой дипломированный детский психолог? Вы 91-го года изучали школу научного коммунизма Какое может быть у вас образование? Россиянка вышла замуж за состоятельного иностранца И была счастлива до тех пор Пока не узнала о сексуальном домогательстве К своим маленьким детям Спасая дочь и сына Она сбежала на родину Но муж достал ее и здесь Суд оглашает решение, принятое по делу Суд, заслушав исковые требования Исца, возражение ответчика По заявленным исковым требованиям Опросив свидетелей со стороны Органов опеки Рассмотрев все представленные документы Доказательства Выносит решение об удовлетворении Иск органов опеки и попечительства И ограничивает отца в родительских правах В отношении пятилетнего сына Суд выносит решение об отобрании сына у отца Передачи его на попечение Органов опеки и попечительства Суд взыскивает с отца ребенка Алименты в размере одной четверти Заработной платы и иного дохода Ежемесячно на содержание Несовершеннолетнего сына На период ограничения Ответчика в родительских правах Суд хотел бы разъяснить ответчику Что если вы не создаете условий Для жизни сына То орган опеки и попечительства Будет вправе по истечении шести месяцев Предъявить к вам иск О лишении вас родительских прав Ответчик суд хотел бы обратить Ваше внимание Что вот ситуация, когда не вы меня Я-то вас не могу понять На самом деле, а вы не хотите Вот я вас понять не могу А вы меня не хотите услышать Скажите, что мне нужно сделать Для того, чтобы Позицию вашу изменить Что вам надо сделать Вам надо изменить свою позицию Не угрожать и не шантажировать То есть пречь идет не о том, чтобы жена моя изменила позицию А чтобы я изменил свою позицию Суд вынес свое решение Дело закрыто Прошу всех встать Решение суда Иск удовлетворить Суд мы выиграли Но вопрос с мальчиком не решен Органы опеки будут отслеживать Дальнейшую его судьбу И будем надеяться Что все у него сложится хорошо Моя позиция однозначно Я сделаю все для того, чтобы Морьемедок был рядом со мной Будем мы жить Со своей женой или нет Она не оставляет мне выбора Вопрос ребром Но я думаю, что будет все нормально В этом суде жарко зимой и летом Я люблю тебя, я люблю сына Что мне сделать еще для этого? Что мне сделать, скажи? Что мне делать, скажи? Что мне, правда, в тюрьме сиди там? Хотите знать, что ждет вас в будущем? Присмотритесь к своим детям Ты мне больше не мать Зачем ты ребенка подводишь под статью? Он же сядет так же, как сидел ты Вот я считаю, что моя мама лучше, чем мать Тереза Ты ей дал денег на аборт И потом еще написал В следующий раз предохраняйся Да с чего вы взяли, что я говорила себе? Не говорите, что вы не видели Он обязан платить мне алименты Обязан, вот тебе они алименты Поняла, Шельма Битва за будущее Он сейчас в больнице Довела она его Я довела А кто я, что? Не кричите, не кричите Каждый будний день С 14 до 15 На нашем телеканале Истец Елена Кузина Обратилась с иском О признании заключенного договора Дарения половины квартиры Притворной сделкой Ответчик Юлия Левшина Заявляет, что подарок Вполне законный Прошу всех садиться Так Ответчик Ну вы способны будете, да? Выступать в суде? Скажите, пожалуйста Да, конечно А совсем не с кем ребятенка, да? А с кем я его оставлю? Я тут одна, у меня никого нет Вот сейчас знакомая Надеюсь, скоро приедет Отдам ей ребенка Так, ну хорошо Так, истец Кузина Елена Николаевна С исковыми требованиями О признании заключенного договора Дарения одной-второй доли В двухкомнатной квартире Притворной сделкой Да И применение к договору дарения Правил договора купли-продажи И о переводе на ИСА Прав и обязанностей покупателя По данному договору Ответчиком у нас является Левшина Юль Михайловна Вы представляете По доверенности Интересы Кузина Евгения Андреевича Да А Кузин Евгений Андреевич Это кто? Это бывший муж Вот этой вот дамы Он сейчас в больнице В больнице Довела она его Нет Я довела? А кто я? Не кричите! Не кричите! Так, пожалуйста, истец Я вас слушаю Я обратилась к вам за помощью Так как Вот эта женщина Юлия Михайловна Заняла одну-вторую часть Моей квартиры Которая принадлежала мне С моим мужем Подождите, то есть Эта квартира была Она принадлежала мне И моему мужу Которым я развелась Так А, то есть Вашему бывшему супругу Да, это мой бывший супруг В равных долях Да, да, да В равных долях Дело в том, что У нее семеро детей Она пришла Заняла мою квартиру Теперь еще и мою Заметь, не только твою Но это мы еще посмотрим Чья это квартира А что смотреть-то? Все и так понятно Он, я все понимаю Вы не представляете Ваша честь У нее семеро детей Вы можете себе представить Семеро Семеро И мы находимся На 38 квадратных метров Вы можете себе представить Какого мне? Какая у меня жизнь? Ой, у меня какая жизнь С тобой-то, а? Дело в том, что До прихода Вот ее и ее детей У меня была Спокойная жизнь И очень красивая Малогабаритная квартира С евроремонтом Ее дети Все мне сломали Простите, пожалуйста Отвечка Там, по-моему Кто-то заглядывал Это, видимо, к вам Кто-то пришел Да, за ребятенком А где, где, где? Да? Сейчас мы на секундочку Отпустим Тсс Тсс Ой, спасибо большое Да Отдала ребенка Ну вот Ваше честь Мой муж Он не мог подарить Просто Элементарно Этой женщине квартиру А почему бы это не мог, а? Потому что не мог Потому что я его знала Когда я с ним жила Что он был совершенно Жадным человеком Ну, как видишь, нет Он мне никогда ничего не покупал Ничего мне не дарил А тут вдруг Он мне квартиры подарил Прям смешно Что смешного-то? Обхохочешься Конечно, мне смешно Подарил мне квартиру Ничего в этом такого нет Ну вот я, допустим, не верю в это Ну и не верь Тебя никто не заставляет Поэтому я обратилась в суд Ну, сейчас посмотрим Что выяснится Нет Я бы хотела бы Вот сказать Вот по поводу нее Что вот она Мошенница Самая настоящая Истец, истец, пожалуйста Давайте По поводу того Что на самом деле Был заключен договор Купли-продажи Доли Давайте Могу я вам предоставить документы? О чем? О моих вообще О разводе С моим бывшим мужем Все документы На мою долю В квартире Давайте через судебного пристава Вы что? Я посмотрю Ваше свидетельство О расторжении брака И скажу Надо же, да Сделка притворная? Конечно, притворная Почему? Потому что Почему? Потому что я не верю в это Я не верю, допустим Скажите, пожалуйста Истец У нас сейчас По существующим правилам Когда происходит договор Дарение доли Доли В квартире Это обязательно требует Нотариального удостоверения То есть ваш муж Дошел до нотариуса? Да, она мне предоставила документы Которые у нее есть в наличии Поэтому я никак не могу С ней справиться И не могу ее не выгнать Поэтому она до сих пор У меня находится А с чего бы ты меня вдруг выгоняла? Это такая же квартира моя Как и твоя Куда я пойду с детьми? У меня детей семер Мне их сама видишь Даже оставить их не с кем И не собираюсь Уходить отсюда Он мне подарил квартиру У меня все Можете проверить А почему он вдруг Ни с того ни с сего Взял вам ее и подарил? Да, мы что Муж раквилев что ли? Что он вам подарил? Истец, теперь вы помолчите Ну, как вам сказать Это плохо разве? Нет, я спрашиваю Ну, половина квартир Нет, я спрашиваю Хорошо, по-другому задам вопрос Хорошо При каких обстоятельствах Вы познакомились? Или вы раньше знали Бывшего супруга Истеца? Мы познакомились Мы на рынке Где? На рынке Я там работала Он был покупателем На рынке? Мам, может, никогда не ходила на рынок? Я была его любовницей И третий мой, Сереженька Как раз от него Да что вы говорите? Да Так что будем считать Что он подарил квартиру Своему сыну и его матери Ваша честь Я абсолютно не верю Что это его ребенок Не верю Ну, а почему не веришь? Ну, потому что я прожила Столько времени со своим мужем И у нас не было детей А тут вдруг Откуда не возник появился Да, а тебе дети-то не нужны Это детей как от чумы шарахаешься Ты детей не любишь Конечно, у вас и не было детей А я детей не люблю А я многодетная Истец, скажите Истец, скажите, пожалуйста А вы причиной расторжения брака? Причина расторжения брака Мой муж постоянно гулял У него были довольно Очень красивые женщины Я об этом знаю Они были модельной внешности Ну, явно не такая вот Какая-то женщина А я что, внешность не модельная, что ли, а? Ответик, а сколько у вас детей, скажите, пожалуйста Детей сколько? Семь А? Семь Вот спросите, Ваша честь Откуда у нее столько детей И где ее отцы? Да какое тебе дело? А вы не знаете Откуда я знаю? Откуда я знаю? Где ее отцы вообще детей? Так, хорошо Ответик, скажите Ответик, скажите, пожалуйста Вы всех детей зарегистрировали? Да, конечно Так Квартира сколько? Комнат две? Ну, там малогабаритка Как бы Там однокомнатная квартира 38 Просто разделенная на Меня даже не интересует У вас туалет налево или направо Вы мне скажите, пожалуйста Площадь квартиры какая? 38 квадратных метров Желая? Нам хватает Желая 27 Ответчик Вот Я бы просто хотела вам сейчас объяснить Какая ситуация Такое большое количество лиц Зарегистрированных В такой маленькой квартире Оно Может рассматриваться Как То, что вы являетесь Собственницей по договору дарения Так называемой Малозначительной долей Она малозначительная Ну, естественно С учетом метража Это понятно Потому что сейчас На каждого проживающего Вы поделите Там Свои 14 метров На 8 человек И поймете Что это малозначительная доля Но при этом Наличие Такого количества Одновременно зарегистрированных В этой жилой помещении Порождает то Что пользование Этой жилой площадью Нарушает права Другого собственника Потому что Фактически Вы начинаете Пользоваться Чужой собственностью Знаете, о чем я говорю? А что мне делать остается? Поэтому Ответчик Какая может возникнуть ситуация? Истец Будет иметь право Требовать У вас Обязательной продажи Малозначительной доли А И куда я пойду С детьми тогда? Что мне продавать? Ответчик Но дело в том Что вы не Вы не можете Вы не можете Пользоваться Собственностью Нарушая права Другого собственника Просто давайте еще раз Это арифметика Если бы были зарегистрированы В этой квартире Например Истец Вы И даже двое детей Ну понятно Да Но когда Истец Вы И еще семеро детей То ваша Половинка Ваша Она делится на 8 человек Вы И еще семеро детей И получаются Вот такие маленькие Квадратные метры Это Ну У нас же нет Отдельной комнаты В два квадратных метра Нет Понятно Да Поэтому ваши дети Они нарушают Права другого собственника И что делать тогда? Я вам сказала Что может возникнуть ситуация При которой Истец будет иметь право Если вы от этого откажетесь В судебном порядке Требовать Обязать вас Продать Малозначительную долю Хорошо Я тогда выпишу Всех остальных детей И попрошу знакомых Чтобы они их прописали Я продавать квартиру не хочу У вас Подождите У вас должна быть Какая-то целевая установка Ведь вы же до этого Где-то проживали До этого Я сама С Сахалина приехала У меня там было общежитие Работа предоставила Потом меня сократили И я вот так постепенно Добралась до Москвы Ну хорошо Вы добрались до Москвы И постоянно я скиталась По съемным квартирам А сейчас хоть маленький Хоть небольшой Но свой уголочек Пусть даже да Уголочек Вы правильно заметили Не отдельная комната Маленький уголочек Не может нарушать Права другого собственника Ведь дело в том Что если собственников два Да То у них права-то равные Ну права равные А получается Что вы Зарегистрировав Такое количество детей Создали неравную ситуацию Для другого собственника Ну хорошо Я детей выпишу Зарегистрирую И в другом месте А кто вам это позволит сделать Вот скажите мне Я не знаю Нет Вам никто это не позволит Сделать Вот сейчас возникла Другая ситуация При которой Для того чтобы Снять детей С регистрационного учета Вам придется Пойти в органы опеки Которые никогда Ни при каких условиях Не дадут на это Своё согласие Потому что вам некуда Их зарегистрировать Нет Мне есть куда У меня есть знакомые Хорошие У меня есть знакомые Я же раньше была Зарегистрирована У тетки Нет Дело в том Что это будет Казаться абсурдным Но с точки зрения Закона Если вы будете Детей Снимать С регистрационного Учета Собственности Которая вам Принадлежит И ставить их На регистрационный Учет В чужую квартиру Это есть ухудшение Жилищных условий Детей И вам на это Разрешение Не дадут Так может Мне другую квартиру Дадут Может я сама Всю найму Эту двухкомнатную квартиру Я должна дать Еще квартиру И все Только может Выплатить Денежную компенсацию Все Ваша честь Мой муж Мне постоянно Мы с ним Не очень хорошо Расстались И он Мне мстил Наверное Таким способом Вот Заселил Эту женщину Юлю Михайловну Ко мне в квартиру Тоже Придумала месть Ну это конечно Это же такая месть Конечно месть Бедная месть Изводишь месть Со своими детьми Специального Изводишь Чтобы я умерла Или ушла из этой квартиры Куда угодно Я просто живу Своей жизнью И дети тебе Денескомфорт Не приносят большой А вы знаете Ваша честь Можно я скажу Я вот как-то попросила Сходи Говорю Купи молока Ну маленькому ребенку Мне его Оставить просто не с кем Так она ни в какую Не хочет Я говорю Ну сходи Или давай хотя бы посиди С детьми Я что ли Я сама скажу Тоже нет Вот и пожалуйста Я на две минуты ушла И получила результат Разбитую вазу Разрисованные обои И ламинат сломанный Ваша честь А почему я должна За ее детьми смотреть Какого отношения Никакого не имеют Господи боже мой Они мне Ко мне никакого отношения Не имеют Не имеют Муж решил просто Мне Я считаю Что И то что Как вы предполагаете Муж решил вам Муж решил вам Просто отомстить Чтобы мне отомстить Поэтому это является Доказательством того Что он свою долю Ответчику продал Ну я не знаю Ихние Как бы там Это я чувствую Что вы не знаете Что вы где-то Списали правильные слова Я не могу сказать Что исковое заявление Неправильно сформулировано Оно сформулировано правильно Но вы кроме Как написать правильные слова Дальше не подумали Как их надо доказывать Вы же просите На вас перевести Права покупателя Так а что я могу сделать Посмотрите У них семеро детей Семеро детей Да Суд удаляется Для принятия решений Прошу всех встать Далее в программе Какой дипломированный Детский психолог Вы 91-го года Изучали школу Научного коммунизма Какое может быть У вас образование Мать с двумя детьми Сбежала от мужа Иностранца в Россию Что заставило женщину Сменить роскошный дом С видом на Альпы На съемную хрущевку Узнаем в суде Суд оглашает решение Принятое по делу Суд заслушав исковые требования Исца Возражение ответчика По заявленным исковым требованиям Рассмотрев представленные документы И доказательства Выиски о признании договора Дарения доли квартиры Притворной сделки Применение к заключенному договору Правил договора купли-продажи И о переводе на истицы прав и обязанности Покупателя по договору Суд считает необходимым отказать Суд отказывает В заявленных исковых требованиях Потому что суду не предоставлено Доказательств того Что оспариваемый договор Дарения доли квартиры Является притворной сделкой Которой прикрывает на самом деле Договор купли-продажи По договору купли-продажи Имущество одного лица Передается в собственность другого За определенную денежную сумму Передача денежных средств От одного лица к другому Подтверждается только Письменными доказательствами Которыми могут быть Просписки, выписки Из банковских счетов И тому подобное В данном случае Суду не предоставлено Письменных доказательств Того, что бывший супруг истицы Передал в собственность Ответчице Ранее принадлежащую ему Долю квартиры Не безвозмездно А за денежные средства Истец, ну Вы могли бы Хотя бы Обратиться в суд Судебным запросом Чтобы суд Сделал запрос В банковские структуры О предоставлении Выписок по счетам Где, например Можно было бы Обнаружить Что ответчик В определенный Временной промежуток Перечислила Какие-то деньги Зачислила На расчетный счет Вашего мужа Ну хотя бы это Понимаете В чем дело? Скажите, Ваша честь А вот мне что сделать? Как мне дальше жить вообще? Попросить Сделать судебный запрос По ИНН-ответчика Имеется ли у нее работа Какой у нее средний заработок Могла ли она Принести оценку стоимости Этой доли Понимаете в чем дело? Ну сейчас я вижу Маму Какая работа? Посмотрите У нее семеро детей Один за одним Ой, стец Так Сута Вы даже не поняли Что я вам говорю Даже вот не поняли Понимаете? Не поняли Да, она же дурочка Но ее не поймет Ага, ты умная, да? Я вижу Слишком умная Ответчик Я понимаю Что это решение Суда вас радует Но я еще раз говорю Что если истец Вот просто, знаете Так отойдет От своего такого Отношения к тому Что вот я говорю Значит это так Да, вот я не верю Что мой муж Тачит Все должны не верить в это Вот если вы от этого Отойдете И просто, ну так Ваш кругозор Чуть-чуть расширится Вы прочитаете еще что-то Придете к другому Исковому заявлению Ну вот То исковое заявление Вполне возможно Я просто вас предупреждаю Сейчас ситуация поменялась Это раньше Малозначительные доли Они только так назывались Только с ними нельзя И было ничего сделать А сейчас можно Понудить их продать Суд огласил Своё решение Закрыто Решение суда В иске отказать Я поняла Что Что сказала Судья Я буду Как бы Действовать дальше И Буду решать Что делать С этой Самозванкой И как мне быть Я очень рада Что у меня С моими детьми Осталась Крыша над головой И никто Никогда Меня из этой квартиры Никуда не выселит И не посмеет Потому что у меня Много детей Это самое полезное Телевидение Смотрите внимательно Сожители Это юридическое понятие Записывайте С очень давнишних времен Было принято Такое решение Что дети Рождённые В течение 300 дней После того Как мужчина ушёл Воевать Они признаются Ребёнком Этого Мужчина Специально Для зрителей Программы Битва за будущее Бесплатная Юридическая Консультация Каждый день С 14 до 15 На нашем телеканале Истец Лукас Саковский Гражданин Австрии Подаёт иск О возврате Его несовершеннолетних Сына и дочери Ответчик Анна Саковский Иск не признаёт Говорит, что Спасает детей От сексуального Насилия Слушается дело Лукаса Саковский Вы гражданин? Австрии Австрии Простите, пожалуйста Господин Саковский Вы достаточно хорошо Владеете Русским языком? Да, русским языком Разговорным владею Вам переводчик не нужен? Нет, не нужен У меня бабушка Вы подаёте Исковые требования О возврате Несовершеннолетнего Сына и дочери Ответчиком у нас Является Анна Саковский Вы гражданин России Российской Федерации Пожалуйста Истец Обоснуйте Ваши исковые требования Ваша честь У меня От этой женщины Два ребёнка Девочка 6 лет И мальчик 4 года Я не видел их Три месяца Я прошу вас Ваша честь Вернуть Моих детей На родину И ко мне Они граждане Австрии Я не отдам Детям Нормальную семью Ответчик Простите Что у вас Документы из Австрии Это из австрийского Это из австрийского посольства Они граждане Австрии Через судебного пристава Передайте пожалуйста То есть Дети были рождены На территории На территории Австрийской республики Город Зальцбург И Были И А у вас есть перевод? Да На территории Да Передайте пожалуйста Тоже через судебного пристава Спасибо И дети являются гражданами Австрии Так Пожалуйста Я вас тоже Ваша честь Я прошу вернуть Моих детей Потому что Я три месяца уже их не видел И Я не знаю что с ними происходит Анна Это моя бывшая жена Они от русской женщины И она Не выходит ни на связь Я ее вот только По телефону Смог как-то Разыскать Через полицию Причем я не ожидал Что придется давать взятки Я думал Это только может быть в кино Но я не знал Что российская полиция Такая коррумпированная Я не видел их Три месяца Ваша супруга Что за Ваша супруга Забрала детей И уехала? Да Она сбежала с ними По сути дела Я не сбежала Я просто их забрала Они нормальные семьи Она сумасшедший человек У тебя что есть справка Что я сумасшедший Отвечек Отвечек У меня справки нет Но вы сами подумайте Кто сбежит Уедет из такого дома У нас С видом на Альпы Машина Бассейн Отдельный дом Уехать в маленькую квартиру Там она жила на 5000 евро Сейчас она живет на 500 евро И живет на съемной квартире Которую она арендует Своей мамой Она не хочет жить Мама у нее алкоголик Дети одни Присмотреть за ними некому Брак между вами не заключен? Нет, расторгнут Расторгнут? Да А вы расторгали брак где? В Австрии В Австрии А есть у вас документы Подтверждающие расторжение брака? Через судебный пристав Вы передайте, пожалуйста И простите, пожалуйста, естественно То есть в момент расторжения брака В момент расторжения брака Между родителями спор был? Где должны проживать дети? Нет Никто не ожидал, что она так поступит Отвеча, пожалуйста, я вас слушаю С мужем мы познакомились в Австрии На тот момент у него была своя заправка Свой бизнес Я забеременела Он закрыл бизнес Решил работать Пойти в бордель Это ложь, это не бордель Это обычный клуб ночной Я не знаю, чем там заниматься Он приходил Это достаточно дорогое заведение Куда ходит элитная публика Я хотел его выкупить Уже пять лет до меня Я менеджером там устроился работать Нет, какие менеджеры Я ничего не знаю, как мне Я должна была только догадываться Что он там делает и так далее В общем, в итоге Я вышла на работу Я вышла на работу Мне нужно было с кем-то детей оставлять Оставлялся свекровью Она их ненавидела просто-напросто Потому что они от русской женщины От меня Ваша честь Это моя мама И она любит всех детей У меня отец сам наполовину русской Потому что она их ненавидела Вечерами их постоянно Зареванные нервные дети Все, что она говорит, это с первой до последней буквы Это страшная ложь Я это отрицаю Повозвался на помощь, так сказать, его младший брат Мой брат младшему 17 лет Да, 17 лет Приятный парень Приходил постоянно с подарками И он с радостью оставался с детьми Ты нашла на ком оставить Но однажды мне рассказала соседка Вообще ужасные вещи Что якобы девочка моя Моя дочь плакала и кричала Причем таким криком Нистовым Она не могла не обратить на это внимания Я решила разобраться, в чем дело Оказывается, что его брат Заставлял раздеваться детей Это нормально? Вообще это нормально? Это педофилия просто Ваша честь, это полная Ответчик, скажите, пожалуйста А вы в правоохранительные органы обратились? Я обращалась Там есть постановление суда австрийского земельного О том, что Даниэль, мой брат, ни в чем не виноват Он не извращенец Первый раз я ничего не добилась Второй раз я пошла, уже взяла с собой Как свидетельную соседку Но перед этим я, естественно, поговорила с детьми Девочка отрицала, моя вот сын Он сказал, что он заставляет их раздеваться Это нормально, и трогать все руками Идиот вообще Подождите, ответчик Соседка дала показания Да, соседка дала показания И дело завели уголовное на его брата Смотрите, там решение суда Было ли насилие или нет Потом допросили сына Ну, представляете, мальчик, 4 годика Что он может сказать? Его допросили, их пытались допросить отдельно Естественно, он испугался, и все, дело закрыли Ваша честь То есть на сегодняшний день Это дело не расследуется? Оно закрыто, Ваша честь По одной простой причине Что мой брат не виноват Он не извращенец Он не педофил какой-то Там есть решение Постановления австрийского земельного суда Федеральной земли Зальцбург Это можно посмотреть Есть Если бы это действительно было Хоть немножко Хоть один миллиметр правды было Мой брат сидел в тюрьме бы У меня бы детей У нас бы отобрали бы за это У нас очень серьезное законодательство По воспитанию детей У нас если мама немножко отвернется Там на улице Могут подойти просто службы Это брать Это нормально будет Почему ты мне не веришь? Я не могу понять Почему мне он не верит? Я не понимаю вот это И что? Я оставляю твой брат Он нормально адекватный парень Взрослый Ему почти 17 лет Он ребенок Он 17 лет У нас мы поздно созреваем У нас не такие, как вы русские Созреваете очень рано У вас дебильная семья Да, только вы почему-то в детственность Уже в 15 лет теряете А у нас 21 год еще в детстве Закрой рот Ваша честь Брат мой абсолютно ни в чем не виноват Она эту историю придумала Я могу объяснить это Почему это было сделано Она со мной развелась По двум причинам просто Первая причина была Во-первых, она не смогла адаптироваться В Австрии Она не смогла адаптироваться К нашим законам Она за 7 лет не выучила Расскажи что-нибудь по-немецки Это первый был вопрос Но самый второй вопрос Мне очень тяжело сейчас говорить Но я скажу Хотя, наверное, это будет немножко стыдно Она уехала Она вернулась в Россию К своему старому любовнику К какому любовнику? Ты что, придурочный? Ты что, какой любовник? Это был мой брат Который приезжал даже к нам Он приезжал к кому-то в гости Да, Володя Есть выписка у меня Да, у старшей брата Я ищу до баллах Оплатил этому человеку Ревновал меня постоянно Перелет Так, вы просили свидетелей С вашей стороны Да, я прошу ввести Свидетелей психолога Да, пригласите, пожалуйста В зал свидетелей ответчика Свидетелей ответчика Войдите Представьтесь, пожалуйста Веронова Любовь Сергеевна Я, ваша честь Дипломированный детский психолог Какой дипломированный детский психолог? Вы 91-го года изучали Школу научного коммунизма Какое может быть у вас разговаривание? Истец, истец Я вас удалю из зала суда Я вас удалю из зала суда Пожалуйста Две недели назад Тебе даже психолог это говорит Он ненормальный Ответчик, ответчик Две недели назад Ко мне обратилась Анна Соковски С просьбой обследовать Эмоционально-психологическое состояние Ее двух детей По результатам тестов и экспертиз Можно сделать вывод Что дети Действительно были подвержены Сексуальному насилию Особенно пострадал мальчик Он на сегодняшний день Испытывает сильнейшую психологическую травму Которая требует длительного лечения И длительной коррекции У меня есть результаты психологической экспертизы Нет, не экспертизы Заключение у вас Через судебного пристава Передайте, пожалуйста На сегодняшний день Мы рассматриваем заявление О возбуждении уголовного дела В связи с открывшимися обстоятельствами Здесь очень много сумасшедших людей Начни с себя И по-моему Это ненормальная семья изначально А долго потребуется коррекция детям? Скажите, пожалуйста Да, около двух лет Около двух лет Так, суд удаляется для принятия решения С судьей Еленой Дмитриевой Лучше не спорить Вы не имеете права говорить о том Чего вы не можете доказать Я вас привлеку к уголовной ответственности За клиенту Она всегда знает Что происходит с детьми А для вашего сына По отношению к дочери Любовь Она ребенке 15 лет Ну какая любовь Не вам, не отвечу Нет дел до ребенка вообще А мне есть дело до ребенка Да, Елене Дмитриевой Есть дело до ваших детей Битва за будущее Каждый будний день С 14 до 15 На нашем телеканале Суд оглашает решение Принятое по делу Суд засушив исковые требования Са возражения ответчика По заявленным исковым требованиям Рассмотрев представленные документы И доказательства Ознакомившись с решением Австрийского суда А также приобщив к материалам дела Заключение специалиста-психолога В иске о возврате детей Считает необходимым отказать Суд отказывает В удовлетворении иск О возврате детей Которое заявлено их отцом Гражданином другого государства И оставляет детей проживать Совместно с их матерью Потому что мать детей Является гражданином Российской Федерации И независимо от гражданства детей Имеет право И обязана воспитывать своих детей Дети имеют право На воспитание их Каждому из своих родителей И на заботу из каждого родителя Передача детей отцу Гражданину другого государства Фактически лишит мать Возможности участвовать В их воспитании То есть в данной ситуации Мать будет лишена Родительских прав В отношении детей При таких обстоятельствах Передача детей отцу Будет нарушением прав Как детей, так и их матери Поэтому суд отказывает В удовлетворении Заявленных исковых требований Ваша честь Но это же решение нелегитимно Это неправильно Суд хотел бы разъяснить вам Ответчик Что вы гражданин Российской Федерации Ваши дети Поскольку они в настоящее время По решению суда Будут проживать На территории Российской Федерации Имеют право На получение гражданства Российской Федерации В упрощенном порядке Без согласия Другого родителя Ответчик Это понятно, да? Да Понятно Естественно, ответчик Суд согласил свое решение Дело закрыто Решение суда В иске отказать Мои дети австрийцы Они будут жить у себя на родине Они будут жить в Австрии Решение российского суда Это пещерное судо Я не понимаю Это нелегитимно И это неправильно Я буду жаловаться Конечно, высшую инстанцию Вплоть до высшего суда В Страсбурге Я так понимаю Что европейские Человеческие Цивилизованные законы В этом пещерном государстве Они работают Замечко Я безумно рада Что мои дети остались со мной И нам, конечно Будет сложно жить Сейчас И нужно будет Психологов нанимать Но, тем не менее Самое главное Я добилась своих детей Мои дети со мной Чем отличается битва за будущее От обычного суда Я предлагаю тогда Перестать говорить о любви Давайте поговорим об отцовстве Которое у нас иногда Случается и без любви Тем, что здесь решаются Судьбы детей Мы детей в чужие страны Не депортируем Здесь сердце Разрывается от боли Бабочка, я не понимаю Почему ты к мне сейчас так относишься? Что я тебе плохого сделала? Не пытайтесь даже Разжалобить меня Здесь судья Елена Дмитриева Защищает детей От безумия родителей Взыскать 500 тысяч рублей Да, Гриша, не хватит Взыскать 500 тысяч рублей Я ж на улице Взыскать 500 тысяч рублей Смотрите Новый проект Битва за будущее Но задача матери Не только Дети, а будьте накормлены А как я жила Все это время Кто-нибудь знает Вам за это медаль дать Каждый будний день С 14 до 15 На нашем телеканале Продолжение следует... Продолжение следует... ... Субтитры добавил DimaTorzok